привет и я илья кролик и в этом видео я поделюсь своими впечатлениями от ленты добыча нового фильма из франшизы хищник и мне очень жаль что этот фильм вышел вышел не в кинотеатрах потому что это прикольный фильмец сначала три коротких очень быстрых объявления кто смотрел мои реакции на сериал мир дикого запада я не стал делать реакции на четвертый сезон но я делаю эпизодники на каждую серию то есть пишу мини-рецензию делаю это в своей группе вконтакте и в телеграм-канале кому интересно переходите читайте неплохо я собираюсь записывать реакции на сериал игра престолов дом дракона но выходить они будут не на этом канале а на основном посмотрим что из этого выйдет кому интересно подписывайтесь удивительно и третье меня можно поддержать на бусте и заодно получить ранний доступ к просмотру некоторых роликов и эксклюзивный доступ к некоторым вообще закрытым материалом восхитительно все от тарабанил переходим к фильму когда компания disney купила компанию 20 век fox то казалось что самые главные права которые к ней переходят это люди икс и фантастическая четверка чтобы сделать мега глобальную вселенную marvel но также достались другие интересные франшизы не связанные напрямую с этими комиксами например аватар а также чужой и хищник последние упомянутые две франшизы это не семейный контент поэтому на disney plus их не выпустить для таких случаев есть другой подписочный сервис hulu который на деле на самом деле все равно принадлежит диснею но именно там компания со спокойным сердцем выпускает то что детям смотреть не рекомендуется но при этом приносит свою копеечку эти чуваки совсем охренели хищник это классика монстров голливуда и при этом по ощущениям нельзя сказать что франшиза стоит на каких-то четких рельсах ее словно постоянно колбасила у нас есть два классических фильма фильм роберта родригеса как эксперимент который тоже остался без продолжения две части чужой против хищника и комедия от шейна блэка которая вообще в свое время многих шокировала но не меня и тоже осталось без продолжения что в таких случаях делают и ищут какой-то новый свежий взгляд в этот раз за ленту взялся режиссер дэн трактенберг который до этого снял ленту cloverfield 10 которая как по мне является отличнейшим триллером действие новой ленты происходит в америке в 1719 там году почти за 300 лет до первой ленты с арнольдом шварценеггером племени главная героиня нору хочет стать охотником ей это вроде как с одной стороны не положено с другой стороны она очень много тренируется она умеет метать топор стрелять из лука хорошо выслеживать добычу и у нее классная собака всегда плюс балл фильму за такие вещи и в простую сельскую бытовуху вмешивается хищник прилетает инопланетянин и начинает охоту за разными черепами мне очень понравились отношения между всеми персонажами у героини нару есть брат и он нормально к ней относится он постоянно дает ей шанс сама героиня не идеальная она тоже лажает периодически но это у нее выходит весьма естественно и она делает из этого вывода иногда происходят конфликты с другими соплеменниками и в такие моменты можно было понять и ее потому что она действительно понимает что происходит что-то паранормальное и в то же время соплеменников тоже можно понять когда им дают какое-то задание такие нам сказали мы делаем то есть они все нормально на все тоже реагируют сейчас скажу небольшой спойлер который как по мне ни на что не влияет я его сам узнал до фильма и он даже мелькает в трейлере короче фильме также фигурируют французы которые приплыли на материк и даже среди них есть свой главный злодей есть просто какие-то рядовые чуваки и есть персонаж с которым даже герои могут пообщаться и вот с такими базовыми установками у фильма есть своя философия философия про охоту нам постоянно фильме показывают пищевые цепочки мышка питается насекомыми и змея ест мышь волк ест кролика то есть нам дают такие установки что вот есть чисто охотники есть те за кем они охотятся то же самое случается и с людьми когда появляются французы казалось бы они более современные чем индейцы у них есть капканы у них есть огнестрельное оружие у них есть более сложные ловушки то есть они такие более приспособленные ческие и также есть хищник как будто он следующее технологическое звено и как будто именно это все решает но на самом деле иногда бывают такие случаи когда жертва может спастись в ситуации например здесь сцена когда кролику удается спастись и от волка и даже от главной героини просто потому что такое бывает и в этом фильме много сцен с животными и мне это понравилось потому что во всех предыдущих фильмах мы всегда наблюдали за хищником как и за охотником за людей здесь это инопланетное существо она действительно как будто изучает планету что то есть вот такой зверек есть вот такой зверек можно с этим посражаться можно с этим то есть вот эта игра соревнования в охоту она действительно тут присутствует вроде инопланетный монстр а у него такой как бы ученый интерес то есть иногда он может напасть из-за подни а иногда может выйти в открытое противостояние например когда он напал на волка он такой типа дал ему шанс давай давай помиримся ну что ты из себя представляешь то есть ноль людей в кадре несколько минут и все классно в ленте есть кровавые сцены но они каждый раз как мне кажется показаны интересны то есть если вспомнить какой-нибудь фильм чужой против хищника 2 где они такие о у нас есть рейтинг просто берем и располовиниваем человека и вот тебе это располовинивание в нее просто в лоб показывают здесь такого нет здесь не раз и не два вообще какие-то жестокие вещи происходят за кадром и ты просто знаешь что они произошли и этого достаточно а если показывают что-то то они прям это показывают как-то интересно например разделывание тушки одного зверя она показана одним кадром и смачно интересно противно мерзко и прикольный или когда человек попал в фирменную сетку хищника вот если эффект работает то он работает как я сказал в действии ленты происходит за 300 лет до оригинального фильма и технологии у хищника немного отличаются и это было дополнительным открытием что оказывается технологии могут развиваться если вы допустим уже была какая-то привычка что у хищника есть лазер то есть он наводит три лазерные точки и выстреливают именно лазером здесь нет в данной ленте у хищника все также есть наводка тремя лазерными точками но при этом он выстреливает какими-то дротиками и понимаешь что охотническое оружие она тоже эволюционирует в том числе у хищников как люди сначала бегают с палками луками потом они начинают бегать с ружьями и там фильме со шварценеггером у людей уже есть автоматы так у хищников тоже сначала оружие более простое потом у них есть лазерные технологии и потом допустим если бы дело дело происходило в 2300 то там были бы какие-то еще более мощные вещи то есть эволюции охоты она действительно идет со всех сторон фильме нет известных актеров и для меня это чаще всего плюс потому что ты действительно в первую очередь обращаешь внимание на историю ты не сравниваешь этого актера каким он был в других лентах как он мог себя проявить просто вот есть и ты действительно видишь свежие лица как будто вот какая-то другая новая история поэтому возможно на съемках тоже было проще выехать на природу и в настоящих просторах прям в настоящем лесу в настоящем поле прям все наснимать и заодно бюджетным деньгам которые не пошли на известные лица есть куда потратить бабло в данном случае в фильме постепенно уровень эпика нарастает и хищник ближе к концу действительно разгуляется из цены сражений мне очень понравились мне кажется они очень классно поставлены разнообразная хищник он огромный он использует свою силу он использует свои технологии он используют ловушки он может подкинуть бомбу у него есть новый щит которому он может и защищаться и атаковать и резать также он может просто взять ну обычный топор это к и и круто атаковать им и смак и жесть и красота при этом после одной из боевых сцен хищника случается боевая сцена у героини и там есть какие-то полуфантастические элементы там я не знаю я не могу я не эксперт в этом насколько естественная вещь топорик на веревке но выглядит здорово казалось бы ты только что наблюдал крутую драку с хищником но вдруг героиня дерется с французами и она выглядит ничуть не хуже она выглядит убедительно и эффектно и вот эта философия когда в начале фильма нам показывали охоту животных на животных пищевая цепочка финале фильма эта философия начинает работать с самими персонажами с героиней с ее братами с французами с хищником они постоянно меняются то есть героиня то попадает в плен к французам то она уже сама выслеживает одного из них и постепенно она вот повышается вот в этой пищевой цепочке и ты видишь как будто она вот прокачивается и становится все более убедительной то она сама там может увязывать в болоте а потом она уже сама это использует тот факт что ее недооценивают что она там маленькая или что она девочка потом выходит ей в плюс потому что она в итоге это полностью используют там типа ты недооценивал ну вот на получить то что ты не относился к врагу как к врагу не соотнес что это на самом деле гораздо больше угрозы ну так получи за это и в итоге для меня фильм получился всеуровнево работающий то есть он нормально работает как сюжетная история очень простая примитивная типа безумного макса судьи дреда вот эта история она из таких историй где ничего сложного нет при этом там есть небольшая доля философии много отличных хороших экшен-сцен кровавых ужастиковых сцен например нам могут и что-то и крупно показать или например там кровавый фонтан на поле издали и это оказывается более рабочим и жутким кадром чем если бы это показывали в лоб то есть авторы вносили разнообразие вносили эффектность получилось здорово ссо саймин скай у меня есть претензии есть какие-то маленькие личные какие-то мелочи типа героиня однажды когда спасала другого соплеменника она его слабо толкнула например мне вот показалось это вот такая абсолютная мелочь ну вот как бы вот такая вот придирочка в фильме встретилась финальная ловушка мне не очень понравилось мне показалось что она завязана на точности но точность так не работает но в связи с общим эффектом того что получилось в итоге я от фильма в восторге мне прямо есть чему придраться какие-то ну прям мелочи мелочи но я абсолютно не хочу потому что фильм получился эффектный зрелищный хорошо поставленный ладно скройный знающий свое место знает что он из себя представляет что он должен дать и он все это все свои галочки заполняет все это выдает live story а что думаете вы напишите а еще под роликом есть много ссылок на бусти на телеграм-канал на группу вконтакте переходите читайте смотрите где вам удобней спасибо что посмотрели пока